Команда сильна дружбой и стремлением к победе. Сегодня на стадионе «Спартак» собрались студенты из шести СУЗов и ВУЗов города. Если в прошлом году количество участников Е2 доходило до 30, то в этом их уже в два раза больше. Комплекс ГТО становится по-настоящему популярным среди всех возрастных слоев населения. Это, конечно же, развитие массового спорта в городе-курорте Анапа. Это привлечение нашей молодежи, также населения. Особенно хочется подчеркнуть молодежи, конечно, к регулярным занятиям физической культуры и спорта. Очень здорово, что, конечно, указом президента был создан и возрожден этот комплекс. Когда-то мы тоже занимались, все мы имели знаки. И когда мы ребятам вручаем торжественно знаки золотого, серебряного или бронзового достоинства, мы всем всегда говорим «Носите с гордостью». Сегодня студентам необходимо выполнить несколько нормативов. Прыжки с места в длину, подтягивания на верхней перекладине, наклоны вперед и отжимания в упоре лежа. Для Артема Сидорова сегодняшнее соревнование – это личное испытание. Принять участие думал давно, но решился только сейчас. Подтягивание на перекладине прошел с золотым результатом. Всегда хотел просто золотой значок себе по ГТО. Ну, думаю, возможность выпала, решил попробовать. Разными видами спорта увлекался. В школе, допустим, занимался легкой атлетикой, а там уже начал боксом заниматься, воркаутом, бегом. Но если для некоторых спортсменов стремление к победе – это способ доказать самому себе, что победа возможна, то для Екатерины Красиловой золотой значок ГТО в первую очередь – это дополнительное подспорье для поступления в высшее учебное заведение. Так как будет уже какой-то приказ, что именно ГТО будут давать баллы для поступления, для дальнейшего поступления в университеты, в разные вузы, и просто для себя, для физической подготовки пошла в ГТО. Я занималась с детства спортом, и как бы, ну, это мое хобби, мое увлечение, я люблю спорт. Сегодня все студенты справились с заданием, но это только маленькая часть того, что им еще предстоит пройти. Уже в следующем месяце пройдут соревнования по мини-футболу. В течение всего учебного года ребята также будут соревноваться в шахматах, настольном теннисе, волейболе, стритболе и легкой атлетике. В конце учебного года все заработанные баллы будут суммироваться. Тогда же и объявят имена победителей, которые станут обладателями бронзовых, серебряных и золотых значков комплекса «Готов к труду и обороне». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!